На протяжении трех месяцев главный судебный орган ООН рассматривал иск Украины против Российской Федерации. В нем официальный Киев обвинил Москву в нарушении двух международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Доводы обеих сторон Гаагский суд выслушал поочередно и в минувшую среду постановил. Россия должна удержаться от ущемления прав крымских татар, сохранить их учреждения, в том числе и Меджлис. Помимо этого суд призвал российскую сторону обеспечить доступ к образованию на украинском языке в учебных заведениях аннексированного Крыма. Это очень важная оценка, которая очень важна для нас. И на мое глубокое уверенность, что уникальность этой ситуации, это решение прямой действии, оно должно выполнить любое государство, членом ООН и за невиконание решения, будут предназначены санкции, которые, очень больно, дарят по будь-якой государству, которая уменьшится игнорувать значенные решения. В то же время Международный суд ООН призвал обе стороны выполнять все положения минских договоренностей. Вместе с тем, иск в отношении России за финансирование терроризма на Донбассе и Украине отвергнут. По словам председателя суда Рони Абрахама, украинская сторона не предоставила достаточно доказательств, чтобы ввести дополнительные меры против Москвы. Рассматривать дело, по сути, Международный суд ООН начнет в мае. 12 травня мы собираемся еще раз в ГААЗе, и президент суду будет принимать решение, что до подальшего расследования дела, а именно, как будет просустися справа, сколько нам будет надо на час, на подготовку основного меморандума, где мы должны выложить все доказательства в детали, включая уже и субъективную сторону этой справы. Накануне судебного заседания в ГААГе Петр Порошенко впервые за 10 лет с официальным визитом побывал в Великобритании. С премьер-министром государства Терезой Мэй президент Украины обговорил дальнейшее сотрудничество в сферах экономики и обороны. Премьер-министр запропонувал, чтобы Британия брала участь в целой низкой программе реформ. В том числе, я думаю, что может быть эффективным співпрацем в разработке и имплементации законодавства щодо службы финансового расследования, який я дал доручение, допрацювати, внести и зробити це максимально эффективним и некоррумпованим, ликвидувавши податкову міліцію. Мы проговорили в співпрацю в имплементации судовой реформы с урахованием британских радників. Также на этой неделе президент Петр Порошенко подписал закон о поддержке отечественного кинематографа на государственном уровне. Так, производство фильмов на украинском и крымско-татарском языках теперь будет финансироваться дополнительно из госбюджета. В этом году на эти цели предусмотрено 500 млн грн. По словам главы государства, в сфере киноиндустрии стоит уделять больше внимания, ведь именно эта отрасль играет важную роль в сегодняшней информационной войне. До коммунистичних принципів управління культурою Україна більше ніколи не повернеться. Це елемент важливий, ключовий елемент декомунізації в культурі і в кинематографії. Це саме так і є. І саме так ми маємо це сприймати. І саме всім ми маємо йти до людей. Вмість з тим в правительстві спрогнозували приблизительну дату внедрення безвизового режима в Україні. Свободно путешествовать по странам Європи українці змогут уже в начале лета, заявили политики. Окончательное решение по этому вопросу огласит Совет ЕС 11 мая. Юлия Семененко, Надежда Тофан, Об'єктив неделя.